Смотрите, есть такое понимание в мирской жизни, что хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. А можете как-то прокомментировать вот это выражение? Оно нехорошее, его повторять не надо. Да, благодарим. Мы думали, что оно заслуживает внимания. Никак, не заслуживает. Страха Божия нет в этой фразе, и мы должны просить Бога, чтобы забыть это. А то такой вот, на суд Божий предстанешь, ты какой вопрос задашь Богу? Вы знаете, Познар там такая вот, вся эта верхушка определенной нации. Там не будешь спрашивать, тебя будут спрашивать. И там будет плащ и стон до третьего неба. А сегодня можно еще положение поправить. И фразу эту, выкинуть ее, это недобрый человек сказал. Слушаю. Что-то все замерло, все до рассвета. Дверь не скрипит. Игорь Тихонович, я сейчас отправлю вопрос. Но я пытаюсь его сформулировать, у меня не получается. Я же говорю, что не умею вопрос задавать. Ну, может, у брата Александра получится задать его правильно. Хорошо? Сейчас отправлю. Сестра, скинь, я попробую это сформулировать. Ага, вижу. Сейчас, минутку. Вот вопрос от сестры Девора такой. Амоса, 4 глава, 4 стих. Идите в Вифель и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро и десятины ваши, хотя через каждые три дня. Вот сестра пишет далее, пророк обличает. Означает ли, что десятины Господу, как жертва, должна быть честным трудом заработанная и жизнь должна быть по заповедям Господним? Правильно ли я поняла, спрашивает сестра Девора? Это Господь как бы в насмешку говорит. Вы на это надеетесь? Да хоть увеличьте в несколько раз. А вы ближе к Богу не будете. Потому что сердце ваше не отдан Богу. Вот о чем говорится. Трижды все. То есть они думали, я что-то больше сделаю, а сам остается не подойди к нему. Такой, говорит, запах смертоносный. Неживительный. Это в виде насмешки, Господь говорит, над человеком. Кричите громче, а то он не слышит, как Илья смеялся над валами, жрецами. Может, заснул дорогой. А это прям по отношению человека. Это фарисейство на голову разбито. Значит, ничего это не приближает к Богу, даже больше будет делать. А когда живет мирской жизнью, разбратищит. Стал говорить священник ему, он уже разделся, считая ему тут житие святых. Ты отрекаешься от жизни прежней. Он остановился и говорит, да к чему ты раньше-то молчал-то? У меня наложницы две, не считая жены. Встал, давай одеваться. Оделся и пошел. Развелся. Каждый выдал замуж их, заплатил деньги. Пришел и говорит, готов крести. Вот как. Игнат Тихонович. Да. А вот что можно сказать в ответ на то, что... Ну, сейчас, можно сказать, в церкви проходной двор. И предлагают такое место писания, они говорят. Ну, потому что так Господь сказал, что звать всех на пир. Всех. Вечно всех вообще. А там уж потом разберутся, там, в какой одежде они будут. И вот мы все открыли двери, поэтому... Потому что в храме Господь наводил порядок не в каких-то комках, не в магазинах, не в галориантере на лапке, где продают, что не надо. А в храме. А в храме должен быть порядок. Зачем люди пришли? Тут никто никого не ищет. Уже найденные приходят. Совершенно неправильно. Они не разделяют, где храм, где то, что в овцы уже зашли, знающие, не волки. Ну, а если уже не отличаете ничего, ну, может быть, какой-нибудь Андрей Ткачев шевелит кого-то на три минуты. Ну, вот и все. Ну, то есть, надо же другие места Писания смотреть. В других местах Писания сказано, посторонние... Как там? Ну, правильно говорится, посторонних никто к ним не приставал. А у народа были в почтении. Да, и в храме никто не приставал. А о том, что всем открыто теперь царствие Божие. Каждый может туда прийти. Не только еврейский народ, и язычники, и все остальные. Хоть какой он будет. Правильно, это притча же об этом. Которые заходят и не знают, что делать. Совершенно. С ними никто не беседовал. И они выйдут никому не нужные. Вот как этот обратился у баптистов. Народный артист СССР. Кто знает его? Пьяница. Запился. Подошли двое. Молодые люди пригласили к себе. У него такая фамилия божественная. Ну, и все. Перешел туда. Теперь священник его знает. Через дорогу к честь. Что? Душу продал баптистам? Так, батюшка, там были мы вместе, пили. Почему не сказал, что я никакой? А там призвали после каждой проповеди. Кто хочет примириться с Богом, выходите, молитесь. Все. И он пошел когда домой. В тещу. Упал в ноги. Самый главный враг ее был, теща. Она отшатнулась от него. Она поняла, что он артист. Что-то опять придумал ей пакать сделать. Он говорит, я обратился к Богу. Но потом уже она обратилась. Он везде выступает. Он везде песнопение там сам составляет. Жена играет там на этой дамбре. Вот как. Брошенные. Никому не нужные. А теперь над ними смеются. Почему же его никто не сказал? Вот лежит больной. Парализованный. Ну ему сделали так. Палочка в рот. И он вот так вот страницы считает. Этой палочкой такой тоненькой. Листает страницы. А как обратился? Ну как. Жил как все люди. Вот как Сергей был. Парализованный Сергей Георгиевич Козлов. А тут, говорит. Я зашел в церковь. Стоял, стоял. Вышел. Никому не нужен. А потом подходит один человек и говорит. А ты в Бога веруешь? Да я не знаю как. А вот он показывает Библию. Хочешь, подарю. А что такое? Ну пойдем вместе. Доходит. А вот это наш молитвенный дом. Я зашел туда. И в это время меня Бог туда призвал. А авария случилась позже. Я в церковь ходил все время. Никому не нужен. Ничего не знаю. Я стою рядом с священником. Стоит один, зашел. Священника нет рядом. Мужчина начинает тревожиться. А вышел священник-то нараспел. Диакон, диакон. И считает. Я говорю. Подожди. Сейчас Евангелие. Он поставил, поставил. А этот Иван долго будет кричать? Я говорю. Евангелие? Да мне надо песочек купить матери на могилу. Мы же как шаманы какие. Песочек. Ему надо. Тут продадут. Там стоит у них кадушка с песком, наверное. Видите, вот как. Надо свидетельствовать везде и всюду. Я сегодня об этом говорил проповедь. Ко всем сказано. Малые дети, большие, идите и проповедуйте Евангелие. Идите на совести православных миллиарды людей погибших. Никаких мусульман бы не было. Шесть столетий прошло. И ни одного Кирилла Мефодия не послали. А налоги брали с этих людей. И уже встретились с великими полщищами под вторым Константинополем. Вот как. Вот я поэтому говорю. А что? Новые законы пошли. А кто ненавидит проповедь? Ну, кто ненавидит? Дьявол ненавидит. А как? Нельзя говорить. Мирянин нельзя. Нельзя сам свиньям разбрасывать. Они все это знают. А потом эти люди выделились в отдельные когорты. Стену построили мандру. На ней архи мандры поставили. И дальше дело пошло. Разговаривать нельзя. Молчание, золото. И за тысячелетия выковали это. И туда шли не слабые люди, самые сильные духовно. И они умирали, не давая потомства. Вот и все. Нет хорошей жизни люди стали искать другого. А другой нашелся. Как меч господень. Ну, а дальше уже сами знаете. Крестовые походы. И как Европа почти вся была завоевана ими. Они вояки. Из-за чего? Они проповедовали. А мы маленько не дошли. Туркмены, узбеки, таджики, казахи, киргизии. Вот где они дошли-то бывают башкиры, где. А от них сразу пошли. И обратились люди. В Армению не зашли, в Грузию не зашли. Отбились православные. Да еще Григорины армянские. А их сегодня почти 2 миллиарда. 25 ноября прошлого года. В Юнецкой объявили ровно 8 миллиардов людей на земле. 2 миллиарда 450 миллионов христиане. Христиане, которые считают своей священной книгой вот эту книгу. И почти 2 миллиарда, почти 2 миллиарда. Это те, которые считают священной эту книгу. Я вчера говорил об этом. У них единственное, что можно взять, это 5 сура, 68 аят. Что Всевышний дал нам Таурет. Тору. Прямо ему показывать. Не надо остальное изучать, они все равно не знают. И дал нам инжил. 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 В скобках Евангелия. И по нему, говорит, поступайте, а не обманывайте людей. Да еще со строгостью с нами говорят. Мы даже поклониться тем, кто это написал. Вот один аят. Вот им все. Совсем по-другому. А когда скажут, а много. Как они одеты, посмотрите. Как христианки одеты. И как они, которые покоряются. У нас из церкви выходят, переоделись. Да и ты не переоденешься так же. И в брюках. И нам у многих можно поучиться. Андрей Кураев когда проехал там по мусульманским странам. И говорит, даже свечку зажечь нельзя. Всюду везде злобные взгляды. А что им еще вспоминать? Одиннадцать крестовых походов. Ни два, ни три. Одиннадцать было. Сколько их убили? Это христиане. Ну, католики. Христиане. И выход только один. Покаяние. А ведь их основатель религии. Мухаммад. Магомед зовут. Умер в 632 году. Почти в 570-м, кажется, родился. И вера христианская никакая оказалась. И сразу крестовые походы. А как пойти? Папа запретил совершать мессу. Только отдельно, шепотом. Для тех, кто идет на войну. У кого крест на груди большой, вышитый. Берут с собой соколов, еще дорогой. А дальше что будет? Надо считать. Вот это надо преподавать. Мы оказались за бортом. В веру от слышания, а слышание от нашего слова, от них. Так про вас у нас сказано, и хорошо как. А у нас про вас сказано, что вы антихристы. Анапима вам всем. Галатам 1.8.9. 4.12. Деяния апостолов. Евангелие от Иоанна 3.36. Это все нашим оппонентам. Игнать Тихонович, тут руку поднял этот Валерий Матюлевич. Хочет что-то спросить у вас. Давайте. С миром. Скажите, пожалуйста, отец Игнатий Тихонович, вот уже как три года пребывания на хуторе, я раньше на ответ мог дать два, на вопрос мог дать два ответа. Сейчас не могу ни с кем диалог вести. Не могу ответить. То есть полностью, можно как назвать, блокирование самой речи. Что это? Как вы это объясните? А где там речь блокируется? Какая речь? Где? Почему? Любая математика была бы о прошлой своей жизни, о своей нажитой за 43 года, о профессии, о политических знаниях, о знаниях, пускай в банковских структурах, так как я упоминал в биографии, что я там работал, знания поверхностные, о Бога исповедовании, вообще обо всем. То есть есть такое, что не могу вести диалог, не могу, как вы уже заметили, даже открыто молиться своими словами. Не можете от чего? Чтобы болеете или что? Совсем нет. Вот внутреннее состояние, что не могу, не верю в то, что я делал до сегодняшнего дня. То есть я, можно так сказать, не уверен в то, что это было правдой. В вашей работе неправда была или вы в Священном Писании сомневаетесь? Нет, в работе. Ну, в работе-то забудьте про ней, не надо вам, все равно туда не вернетесь. А зачем вам распежать? Такой, как есть, пришел. Не надо копаться, не надо совсем. Забудьте, отметите. Я умер. Я умер для мира, и мир для меня, как говорит Павел, апостол. Начните с новой строки, не надо копаться там. Там помойка одна. Отойдите от этого. С сегодняшнего дня вы пришли к этому обществу. Тут вы можете задавать вопросы. Я вам скидывал, нет материал? Да. Ну, там сайт, откройте сайт. Там ответ на 4124 вопроса. 55 папок. Вы найдете вопрос свой обязательно. И о работе, там о работе папка. Там найдете. Все отмещается по пяти параметрам. Больше этого нигде в мире нету. Вы пришли в нужное время и живы еще. Благодарите Бога. А прежнее Господь отрезает. Помолитесь. Люди верят, когда я прошу, дай мне. Но когда я прошу, убери у меня ненужное, не верят. А я был, как говорится, душа общества. Когда обратился к Богу, а у меня там сотни разных анекдотов всего. Я помолился, утром встал в чистый лист. Ничего нету. Как будто я никогда там не жил. А мне всего 23 года. Не в разуме, а очистил Бог к эту помойку. Все. И теперь на чисто стало ложиться святое. Почему так? Знаете, на память святых отцов, канона церкви, жития святых. Я все начитывал. Начитывал и распространял. Ну и запоминал многое. Ну и каждый день считаю. Вот сейчас я разговариваю, я сам одновременно веду работу. Готовим пятитомник. Проповеди во свете Святой Библии. 123 тематических занятий в начале 90-х годов, когда деревни начали строить. Я их взял сам проберять. И уже больше половины прошел за это время. У меня времени абсолютно нету. Нисколько. Да еще какие проповеди говорил там с какого года? С 10-го. Это 750 проповедей. Их надо найти, чтобы не было повторов. И надо из видео превратить в ворд. Да поторопитесь, пока время есть. И Бог дал. Мне уже, кажется, 34 человека помогают. Грамотное. Я вам сразу говорю вот как. А будь я неверующий, мне 84 года. Куда я нужен? Кому? А меня спрашивают, ждут. И я забываю о своем возрасте. И где-то какие-то недомогания. Вообще не знаю даже. Что-то где-то болит, так оно и стерлось. Это не болезнь никакая. Там молятся о болящем. Я не болящий. Там выщеркните меня, если только обо мне молятся. Так про себя помяните, и все. Да, болит то другое, но это не болезнь. Глаза не глядят. Почему? Я по 16 часов каждый день сижу здесь. И не просто так, а мелко написано, еще рассматриваю. Это невероятно. Вот пока сейчас беседа шла, я прошел, кажется, три страницы. Работаю и слушаю. Ну вот так все, дорогой. Не пропускайте наши молитвы, занятия, и считайте то, что я вам скинул. И там, которые по силам, посмотрите, какие ролики есть, песнопения, там море. Я объясняю вам, что таких богатых ресурсов, как вот вы к нам зашли, нигде больше в мире нету. У меня у одного только три канала. На одном канале 23 тысячи роликов своих. Тысячи. Больше 6 тысяч я нигде в мире не нашел. 81 миллион просмотров. 91 на тысячу подписчиков. И все о божественном. Ответ на вопросы. Я все время отвечаю на вопросы. Почему? В университетах, школах, милиции, воинских частях, по радио, телевидению, непрерывно выступал каждую неделю. И накопились вопросы. И там малая часть сохранилась, 4124. С ответами. И они уже разложены по папкам. Это было непросто сделать. Вот Бог дал нам Николая Сироткина. Вот Бог когда дает. И он все это там делает, так, чтобы легко было выстоять. Наталья Усатая. Каждую ночь там в Германии живет, берет, находит мои проповеди, стихотворения выставляет для всех. Людей-то каких Бог дал. Так что вы в нужное место пришли. И все. Благодарю. Да, только никакого отчаяния. Есть такое выражение одно. Виктор Гюго говорит, в Отверженных. Согрешить это дело человеческое, а отчаиваться это дело сатанинское. Да, в жизни было не так. Я учился не туда. Я когда где-то говорю, ну, людей интересует, где вы узнали самостоятельно, несколько языков уностранных выучил там. Через 6 месяцев первый раз прочитал одно слово по-немецки. Уже я мог проповедь говорить у немцев. Считали за немца. Английский за 4 это раньше было как. Но я понимал, я никто. Я умру, и ничего этого не надо. Я в ад пойду. Меня о Боге никто не рассказал. А как вы к этому пришли? А кем хотел быть? Террористом хотел быть? Никем больше. Я все время готовился к этому. Отомстить коммунистам за поруганную землю. Если бы раньше это случилось, ну, Джохара Дудаева был бы, Шамелем Басаевым. На Украину бы шагу не сделал. А кавказцам помогал бы, как я понимал. А Бог сказал, тебя будут убивать, как Савла. Тебе придется нести. Я все это принял. И чем больше на меня нападают, она меня нападает больше, чем на Путина, на Мишустина и на Патриарха вместе взять. Только за этой неделе пять, что ли, новых роликов из моих трудов. Нарезают там, делают там, смеются. Это награда великая. Я так рад. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить ваши, как не угодно, сыну человеческому. Велика ваша награда. Это самая высшая награда. Из девяти блаженств слово «великая награда» только за одно. Когда тебя будут поносить. А тебя чего будут поносить, если со своей жизнью не разберетесь? Я неопределенно говорю, а кому-то. Вот и все. Надо жить интересно, радостно. У меня нехорошее слово есть такое, азартно. Вот какое-то дело делаешь, и гляжу, этот человек уже тут подсоединился. Я знаю тут, который есть, о ком я говорю. Мы как будто друг для друга родились и ждали этой радостной встречи. Один наполняет другого. Я спрашиваю, Николай Астахов, ты летом приезжаешь к нам? Слава Христу, благословляет приезжать, да. Ну, я тут подумал, ты помолись об этом, чтобы у меня было все. Я хочу тебе кое-какие подарки сделать из новых книг, которых у тебя нету. За то, что ты делал. За то, что ты делаешь. Аллилуйя. Игнать Тихонович, у меня тут на работе на новый разговор состоялся, и человек задал вопрос, на который я однозначно не смог ответить. Он говорит, у него сын называет себя верующим и женился в то время, как мать его умерла, и достаточно мало времени прошло. Он говорит, не нарушение ли это какого-то траура? Нет. Есть ли такое? Нету, 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 ни слова. Ни одного слова на этом трауре нету. А грешники, не надо и понимать, как... А верующий в свое место пошел. А грешники плачут всю жизнь. А умер, как Давид говорит. Я к нему, говорит, приду, а не он ко мне. И пост прекратил за своего ребенка от Версабии. Кто назначал это? Для мужа? Вот он, его жена умерла, когда. Тут еще как-то устанавливают люди мира сего. Ну и то, только смотря по обстоятельствам. А про сына и говорить не надо. Он никак не связан с браком матери. Так что успокойте их. Спасибо, Христос. Слава Христу. Так, все, наверное. Ну назначайте тогда, Игнат Тихонович. Слушаю. А еще спроси. Давай. Еще. Вот говорят протестанцы, что на суд они не приходят. Если как... А мы же как понимаем, что нам придется за все отвечать. А они считают, что они раз уверовали, значит, на суд не приходят. Это не правильно же? А они говорят правильно, по Писанию. Но только говорится не о них. Не о беретиках. На суд, то есть суд-то судом, а на суде бывают свидетели. Верующие, исполненные благодатью Духа Святого, они будут свидетелями. Мы вам говорили, а вы не приняли. А мы не слышали. Вот он стоит, человек. Мы же одного возраста будем все. 33 года примерно. И он как свидетель, а те как осуждение. Только в одном месте Библии говорится у Даниила, что перед престолом Божиим протекает огненная река, и всем надо пройти через нее. Грешник выйдет, как головня обгорелая, и над ним надпись будет, кто блудник, развратник, там все такое. Верующий выйдет, как золото очищенное в огне. Подвижник, проповедник, исповедник, мученик. Вот как будет. И там будет все показано. Снова проиграна будет. Вся жизнь. Сколько будет радости, сколько печали. Вот так. Они считают место правильно. Верующий в меня не умрет, Господь говорит. И на суд не приходит. Это место Библии, из двух мест. Ну, все. Так. Что-то не слышно, не видно. Я вот сейчас посмотрел. Ну, я знаю, как это искать. Вот 123 занятия я провел, когда, ну, Игорь Александрович Барабаш записывал. Ну, 123 занятия. Не так и много. Это 1300 страниц. Я почти не считал, но по системе. Я там употребляю Слово Божие из Библии. 4 682 места. Вот так. Патриархия за 10 лет не употребила в своих посланиях, поздравлениях. Десятой доли этого. Повторяю. 4 682. Толкование апокалипсиса. Отец Геннадий. Это лучшее толкование, которое он собрал и разбавил своими. Ссылку на Библию он делает 3333. Вот какое дело. Почему? Потому что он знает Библию. Остальные это толкователи-то или, как сказать, хотели бы сделать толкование. Даже близко нету. Поэтому в нашем трехтомнике самое лучшее толкование апокалипсиса. Самое правильное. Самое божественное. Так. Все? Тогда будем говорить, кто молиться будет? Да, тогда говорите, Игнат. Хорошо. Сейчас я буду называть. Мне надо узнать. Тут человек или нет. Так. Минуточку надо тут разобрать. Вот я не знаю. Владимир Косихин здесь. Нету, да? А Екатерина Дубровская? Кого же они ответили сразу? Можете не отвечать. Я уже дальше. Фаури и Елена. Тоже нету? А здесь зелененький свет. Так. Ну, что сказать. Вот тут Нина показана, Сыгарюцкая. Здесь? Здесь? Вот и все. Про поют Достойну, наверное. И сразу молитву совершите краткую. И прославляю в конце Троицу Святую. И громко скажите Аминь. И кто с ней будет согласен, все говорите Аминь. Молитва делается вашей. С Богом. Далеко не отходите. И Сына, и Святого Духа. Аминь. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, без истления Бога Словорошую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Спаситель наш и наш Бог, благодарим Тебя за все наши занятия, за все наши собрания, которые Ты нас собираешь в этом обществе, со всех концов земли. Благодарю Тебя, Господи, за братьев, которые Духом Твоим святым вводимы и дают нам разъяснение в Слове Твоем святом. Благодарю Игнатия Тихоновича, как за нашего наставника в Слове Своем Святом, в Божественном Слове, Святом Слове Бога нашего. Благодарю Троицу, нераздельную Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь, Христос. Аминь. 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 Спасибо, Христос.